слава господу приветствую дорогие друзья с любовью к вам владимир дзюба пусть бог нас в этом дне благословит и хочу сегодня наверное несколько говорит что-то новое но просто хочу напоминать почему потому что мы не только нуждаемся в чем-то новом но мы нуждаемся в напоминать обратите внимание временами даже то о чем говорилось неоднократно но в один прекрасный момент когда она опять она для нас звучит она по-новому для нас зажигается времена и когда общаюсь с некоторыми людьми и они делятся своими откровениями казалось бы мы это знаем это вроде было 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 это нам было все знакомо но ты видишь огонь и блеск в глазах в этот момент когда кажется мы говорим о старом поэтому хочу сегодня коснуться одного места описания и буквально поделиться некоторыми мыслями которые на мой взгляд очень важны сегодня для нас наш разум это плацдарм для сражения это плацдарм для благословения то есть бог дал нам наш разум наше тело и каждая каждая часть наверное она несет выполняет свою роль и в нем сокрыто для нас благословение и важно сегодня в нашем разуме сохранить здравость и сохранить чистоту почему потому что суета суета которая приходит в наш разум она приходит по разным по разным каналам и очень часто она таки приходит она имеет определенную цель помните эту притчу о сеятеле когда сеятель вышел сеять и одна из почв которая не смогла быть получить благословение для себя и стать благословенной по одной только причине что человек он осуетился он осуетился в своем разуме как результат то что было посеяно в него она она была потеряна и вот сегодня анализируя свою христианскую жизнь жизнь знаете как жизнь других людей и я замечаю что очень часто мы теряем то благословение которое бог для нас дает по одной только причине что в своем разуме мы осуетились мы поддались какой-то информации которая принесла в нашу жизнь в наш разум эту суету но апостол павел предупреждает в ефесянам 4 главе 17 стих чтобы вы более не поступали как поступали прочие народы по суетности ума своего знаете это место писания она эти слова вернее апостола павла они очень хорошо а показывают нам что очень важно хранить свой разум сегодня человечество она движется по суетности ума то что вложили от цели которые сегодня имеет этот мир послушайте в основном это суета 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 я думаю что в этот момент когда говорить о суете как уместно будет книга экклезиаста как который как раз показывает что во всем присутствует суета и но суета для большинства людей это является цель их не жизнью это то на что нацелена их не жизнь и протекает также жизнь заканчивается и многие потом сказать стоп а ради чего зачем я вообще жил я думаю для верующих этот вопрос он не должен быть трагически для чего я жил с какой целью я жил почему потому что приход бога в нашу жизнь он определяет нашу цель он определяет нашу цель это то ради чего мы живем для того чтобы исполнить волю бога на этой земле если наше в нашей жизни не присутствует это это цель возникает вопрос мы можем даже сами себя задать стоп а для чего я вообще для чего я живу кто-то скажет я для детей кто-то там я для семьи кто-то скажет я для страны это хорошо но это не основная наша цель это не основная наша цель да в этом и мы в этом присутствует но это не главное наша цель потому что временами из-за этих целей из-за этих целей семья семья страна еще что-то даже церковь то мы можем потерять основную цель мы можем большинство из нас мы даже подвергаемся вот этой вот суете разум начинает наполняться суетой как результат от этого приходит упадничество от это приходит депрессии прочее 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 почему потому что когда мы наполняемся суетой мы становимся легкой добычей для дьявола поэтому даже в том чтобы наш разум он не был добычей для дьявола мы должны стремиться к тому чтобы наш разум он не наполнялся этой суетой чтобы мы жили выше не так как этот мир христос предназначил для нас жизнь в нашем разуме намного выше это то к чему каждый из нас мы должны стремиться занять это положение которое христос для нас знаете как купил я приведу такой пример христос купил билет самолет и ты должен перемещаться самолетом а некоторые идут пешком и вот я сравню так ходим хождение пешком это вот жизнь в своем разуме осуетиться от новостей одной о многих других вещах просто осуетиться своем своем разуме своем разуме а павел говорит что мир этот живет люди эти без бога они живут в этом а наша жизнь она предназначена для для другого выбери даже знаете как привели возьми для себя такой вот момент для того чтобы вот день жить размышляя духовно смотреть на проблемы на вызовы которые приходят со стороны духовности когда есть какая-то проблема бог не поможет господь искать какое-то обетование искать слова от бога искать откровения от бога чтобы господь помоги мне пройти вот это время они так осуетиться о у кого-то так а у кого-то вот так а он тот вон так а вон так а я хочу сказать а бог имеет для каждого из нас свой путь и потом когда мы поворачиваемся на свою жизнь мы потом так и видим что бог каждого из нас он вел индивидуально каждого вел самостоятельно и каждого из нас благословлял своей комнате поэтому даже тайная комната она должна быть для нас для того чтобы знаете как не прийти со своими планами к нему и со своими целями к нему и вот бог у меня есть цели поэтому я мы просим благословите цель а прийти для того чтобы знаете как получить от него даже эти цели направления для своей жизни для того чтобы жить намного выше намного выше понимая то что я любим это что бог меня ведет поэтому дорогие как хочется много больше этого об этом говорить но я думаю время еще будет и еще не один мы ролик запишем для того чтобы как раз помочь многим вырваться с этого с этой суетности своего разума с этой суетности с этой загруженности своего разума для того чтобы прийти в этот божественный шалом выйти в этот покой и быть движим своей верой на этой земле люблю служу благословляю аминь